Неделя влогов, да? Я не знаю, сможешь ли ты. Ну, посмотрим. Просто буду вам показывать мой день с утра до вечера, что мы кушаем, куда мы ходим, о чем мы болтаем. Так что в неделе влогов будет много разговорных моментов, где мы будем сидеть на одной точке, в капешке, например, болтать, что-то обсуждать. То есть не ждите каких-то классных музыкальных переходов и невероятных видов. Они, конечно, тоже будут красивые виды моря, да, там бассейн, еще что-то. Но думаю, вы поняли. Так что сейчас мы сидим на балконе, Карина красится, я вот только накрасилась недавно. Потом чем-то будем заниматься, пока точно не знаю наверняка чем, но нам обеим нужно снять рекламные интеграции. Я не знаю, как лучше сделать, думаю, потому что мне нужно показать вещи, некоторые вещи я с собой сюда не взяла, потому что у меня бы они не поместились просто в чемодан. Есть у меня мысли, знаешь, чего вообще? Записать здесь просто луки, а когда приеду в Москву, там уже снять другое. Будем сегодня решать, как, что вообще делать, как поступить. Покажу вам территорию, окрестность, да, этот влог будет такой ознакомительный. Несмотря на то, что сильного солнца сейчас нет, мне все равно очень ярко глазкам. Мне постоянно в комментариях пишут, нахрена ты красишься, если ты идешь на море? Ты такая глупая. Как я могу не накраситься, как я могу не замазать свои прыщи, с которыми мне не нравится появляться на публике, фоткаться, видео снимать. Я хочу постоянно быть онлайн, точнее, иногда я просто хочу, иногда я должна быть постоянно онлайн, поэтому я должна быть всегда готова, всегда при параде. Понимаете? Да, ясно. Какая злая и недовольная. У меня видно точно? Не знаю. Что надо с луны видно. Прыщи, дело такое. Не, на самом деле я вообще в шоке, я так расстроена, у меня только кожа почище немножко стала, и когда я летела в самолете, у меня как будто бы все вылезло, я не знаю. И вообще, напишите в комментариях, как у вас. Я раньше думала, что если я буду на солнышке, то все мои болячки подсушатся, все пройдет и все будет круто, но на самом деле у меня наоборот. Я не знаю, я это заметила год назад, когда мы были в Турции. Я приехала в Турцию, у меня почти не было вообще болячек всяких на лице, и на солнце они у меня вылезли еще больше. Я вообще с этого офигела. Это обидно, потому что я так всегда надеюсь, что солнышко мне поможет, и солнце, и все, 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 и все. Посмотрите этот момент. Это очень мило, я правда очень скучаю по ним. Кто следит за мной в Инстаграм, то вы видели, недавно я ходила в салон красоты, который, кстати, от Blackstar, и там мне сделали просто офигенную укладку. Я теперь по ней схожу с ума, потому что хочу сама теперь волосы накрутить, чаще их накручивать. Конечно, это у меня намного больше времени занимает, и не так идеально будет, но думаю, почему бы и нет. Сейчас будет сниматься? Не знаю, не знаю. Чокнутая? Да, время много занимает. Класс, и так. Вот, хочешь, делай. Вот так мы собираемся на филмочку, это для тебя, для твоего влога. Я просто тоже снимаю, у нас здесь немножко много информации, материалов. Смотрим сейчас прожарку на ТНТ-4. И Юля делает себе причесон. Дневнивый, звуком выпало 6 Airpods. Ах, привет! Ну что ж, ребят, спустя миллионы, миллионы лет я наконец-то собралась. Мне нравится. Короче, так лень тут снимать какие-то видосы, типа профессиональные, рабочие. Вот в таком доме мы живем. Это Карен, брат Карины, он тоже тиктокер. Подписывайтесь. У Карининых родителей тут квартира, которую они купили лет 7 назад примерно. И я здесь уже однажды была, давным-давно, примерно тогда, когда вы только купили, да? Первый год ты с нами поехала. Мы на самом деле очень удивлялись этому, потому что мы ехали не знали куда. У нас ничего не было, и типа сразу такая с нами. А вдруг бы нам ничего не понравилось. Мне пофиг, я же ваша родненькая. Сейчас я вам покажу пляж, до которого немножко иногда нужно пройтись. Потом вам покажу пляж, который находится рядом. С домом. Я вот поняла, что никакой кофты не взяла. Там же может быть ветер. Полотенце. А, кайф. Вот, что еще вам рассказать такого полезного, интересного? Да мы просто отдыхаем. Накрутила волосы долго, но... 50 минут. Красиво? Оно того стоило? Ну да, только тебе не покупаться за час, если ты вдруг захочешь. Я не собираюсь покупаться. Если что, я сделаю хвостик, пучок, соберу все. И что, у тебя вот так держится? Да. У меня просто без лака не будет держаться. У меня держится долго, причем вообще не лачится. Ну, у меня волосы испорченные. И нарощенные. И нарощенные хорошо держатся. Они же еще крашенные и мертвые. Ммм, классно. Слава всегда говорит, интересно, чьи волосы у тебя на голове? Прикинь. Да, не знаю, какой ты счастливый, красотки. Да я никогда не думала об этом. Мне вообще кто-то говорил, что типа нарощенные волосы это волосы с трупов. Мама говорит, типа, зачем ты наращиваешь, ты перенимаешь судьбу чужого человека на себя. Тогда почему у меня все по кайфу? Хорошая судьба у этого человека. Да нет, я в это не верю, это все фигня. Хотя нет. Если верить во всякие штуки, типа, не поднимай что-то с пола, а иначе это типа всякие колдуни передают болезнь свою через эти вещи и специальных бросают. Нет, даже не про деньги. Просто, знаешь, типа, лежит какой-нибудь платок там или деньги, не знаю, да. Очень часто деньги тоже не поднимаете. Ну, хотя, если кушать хочется, почему нет. Ты во что-то веришь, во что-то нет, реально. Да, я верю в то, что мне выгодно верить. Вот такая я. Ну да, я странная, но я не верю в такие вещи, типа, черная кошка там дорогу перешла, мне пофиг на нее. Вообще, знаете, что я не люблю? Я очень сильно не люблю людей, которые мне постоянно говорят, что я красивая. У меня есть такие люди, ну, типа, я не считаю сама себя, да, какой-то суперкрутой, красивой в этом плане. Хотя я считаю себя привлекательной, симпатичной, молодой девочкой. Но есть люди, которые очень много мне говорят, типа, ты такая красивая, ты очень красивая, просто безумно красивая. И очень много этого говорят. Я такое не люблю, я сразу говорю, ну, типа, ну, ладно, все, спасибо большое, мне очень приятно, но не надо так много говорить о том, какая я красивая. Верю, что, знаете, как будто бы не то, чтобы с глаз даже, Но если вы хотите сказать, что я красивая, один раз скажите то, что ты красивая. Потом другое слово выберите. Во что-то верю, во что-то не верю. А, дорогу показать вам. Ветер сильный. Что за ветер? Сейчас шляпу выкручу. Вот мы отошли от дома и вот так вот пешочком идем. Немножко здесь пройти надо. Вчера вот здесь снимали с Кариной. Мне тикток смешной. Я на этой не лезу, да, на профессионального тиктокера. Я это делала просто по кайфу, просто от души. Просто потому, что мне нравится, а не потому, что мне это нужно делать, чтобы еще более быть активной. Нет! Почему тогда до этого я не стала снимать тиктоки? Мне было впадло, мне это было неинтересно. А сейчас вдруг почему-то мне это стало интересно. А, я обещала вам во влоге рассказать, почему мне это стало интересно. Резко я начала снимать тиктоки. Раньше я сотрудничала с Мюзикли, это сейчас тикток. И они брали у меня рекламу, и мы снимали туда какие-то видео, буквально парочку, на которых у меня много просмотров. У меня там и галочка даже стояла в тиктоке. Но потом, года два, наверное, или я не знаю, сколько, полтора, я вообще туда не заходила, ничего не снимала. Понятное дело, наверное, галочку поэтому убрали. Но мне на это пофиг, честно говоря. Хотя, при любой удобной возможности, я напишу людям, которые всем этим могут заниматься, типа, привет, поставь галочку мне, я снимаю тиктоки. Ну, почему нет? Тем более, что я нифигово так рекламирую тикток. Но я это делаю просто потому, что мне нравится сейчас там сидеть. Короче, я совсем об этом забыла, и как-то Слава мне такой кричит, типа, «За, ты есть в тиктоке?» Я такая, «Да», а я даже пароль туда забыла, ничего не помню. В итоге я начала восстанавливать пароль, зашла, и мне стало так по приколу, и я начала снимать тиктоки. Я этим вдохновилась, мне это так понравилось. Все благодаря тому, что Слава спросила у меня, есть ли я в тиктоке. Вот, жду Карину, с Кареном они очень медленно идут. А, они снимают тиктоки. Сейчас мы придем на пляж, я тоже буду много тиктоков снимать. Вот, вообще я рада, что я приехала в Болгарию, потому что это лучше, чем торчать в Москве. Тут можно ходить в шортах, в купальнике, с подружкой тусить. Сейчас мы зайдем, купим сумку какую-то пляжную. Можно попить, что нельзя. Три сразу продается, да? А, три сразу продается. Поэтому нельзя взять? Как тебе? Нет, четыре. Норм. Хочу колу, наверное. Правда, она ужасная, когда она нагревается, но я ее в сумку уберу. Вот бы ванила была. А, здесь дач, про меня. Вот это колу еще посчитайте, пожалуйста. Колу еще посчитайте, пожалуйста. Вот, кстати, по поводу песни Славы. Новая, которая вышла, горячая. Она мне очень нравится, но после того, как я послушала ремикс, я, когда слушаю оригинал, я думаю, господи, какая она медленная. Будто бы ее ленивец поет. И, кстати, мы сейчас написали в наш лейбл, точнее, Слава этим занимается, чтобы наши треки тоже были в ТикТоке, потому что их не было. Обычно это лейбл добавляет, но мы об этом, типа, не просили. Я не знаю, почему, правда, лейбл сам не добавил. И я говорю Славе то, что хочу тоже ремикс на свой трек, который вы еще не слышали, новый. И вы, наверное, все думаете, когда же у меня выйдет песня и всякое такое. Конечно, выйдет, и я очень хочу, чтобы вышло максимально скоро, но я хочу выпускать песню с клипом. Это будет намного выгодней, продуктивней. Но чтобы снять клип, нужны деньги, нужно время и всякое такое. А, к сожалению, пока у меня нет возможности и по времени, и если делать качественно, то нужно много денег. Блин, у меня все песни грустные. Вот меня так весит, и я понимаю, что я хочу что-то веселое. Возможно, если из этой песни сделать ремикс, она будет более веселая, под которую больше захочется танцевать. Потому что моя песня, она такая, типа, я иду там, пою, плачу практически. Кстати, кусочек моей песни вы уже могли услышать у меня в Инстаграме, я выставляла, так я рот под нее открываю. Здесь такая набережная, там вот лежать можно. Лежаки платные. Короче, тут есть бар такой сделанный, типа, из бамбука, из соломы всякой. И мне кажется, это очень клево так, знаете, инстаграммно. И я даже думала вообще сделать обложку для своего, нравится уже там, в отпуске делать. Короче, не знаю, сейчас как получится, посмотрим. Но мне нравится мой лук. Вот, кстати, у меня нет нормальной шляпы, я вам рассказывала. Эту шляпу мне подарили в Париже в отеле. Отель подарила. Люди добрые, скиньтесь мне на шляпу. Да не, как-то я не знаю, я видела классные шляпы, но что-то то у меня с собой денег не было, то еще что-то. Это на отдыхе я имею ввиду. Буду стараться снимать много, чтобы вам было интересно смотреть, слушать. Ну, как я и сказала, возможно, будет много разговоров и всякое такое. Если вы готовы такое слушать, то рада. Если нет, вообще пишите в комментариях, как вам зашел этот день или нет. Вообще, хотите ли вы, чтобы я продолжала неделю влогов? Потому что я так давно этого не делала. Много лет, правда. Раньше у меня это часто было. Неделя влогов, когда я еще в школе училась. Но потом я перестала это делать. Вот, что вам рассказать. Жарко, в принципе, возможно, даже искупающее море. Пока просто сидим, пьем. Карина только что снимала мне типа клип. Вот, так что, возможно, даже реально снимем что-то здесь. Снимали меня бы, я бы туда бы кинул. Карина была бы там, если бы снимала так, как бы я попал, типа. Эти сумасшедшие снимают тиктоки друг к другу. Поворачивайся, чтобы посмотреть, и тебе Карина вот сюда куда-нибудь легко кидает мяч. Ну, давай. Такой типа, ай. А потом я показываю, и Карина оттуда убегает. Ты продюсер? Ну, режиссер. Давай, давай. Недорого? Очень дорого, чуть-чуть. Тикток. Я всегда хотела быть режиссером, но не знала, где использовать свои навыки. Тикток, давай, вставай, на подицу. Ты еще и оператор. Ты кидаешь ему в голову мяч. Я уже кинул. Ты уже кинул. Смотри. Ты сейчас, короче, поворачиваешься. Давай, давай, давай. Кукуруза лучшее, что было за сегодня. Но у нас были деньги только на одну. Я вся в кукурузе. У меня в ритейнеров кукуруза застряла. Она такая пульная. Пикантные подробности. Завтра доем. Такая фигурка. Вот так вот чилим. Уже, наверное, часа два. То в баре посидели, то вот здесь сидим. Мой брат сзади там. Клип, сними меня с кукурузой. Короче, мы просто, я не знаю, сколько часов просидели здесь на пляже. Причем мы даже не купались. Все это время мы фоткали, снимали видео. Чуть-чуть для клипа моего. Вот. Я снимала тикток под песни. Ребята, посмотрите. Мой тикток это просто пушка. Если не знаете, как его найти, зайдите в мой инстаграм. Там найдете элементарно. В сторис я постоянно выставляю всякое такое. Если что, Джулия Пусе Сахман. Такой у меня там ник. Вот. Оставила Славу все в Вене. Ну, он ее папа. Все в порядке. Так и должно быть. Короче, я к чему? Я ему очень долго объясняла, что она как ребенок. И не надо к ней относиться как к собаке. Как же меня бесят люди, которые относятся к маленьким собачкам как к собакам обычным. Которых можно бросить на произвол судьбы. Ну, типа, сами себя развлекайте. Надо относиться. По крайней мере, я к своей собаке отношусь как к ребенку. Не потому что я какая-то сумасшедшая головой стукнулась. Потому что, во-первых, я ее очень сильно люблю. Во-вторых, я знаю, что с маленькими собачками много что может случиться. Просто она может упасть с кровати, спрыгнуть, сломать себе, не дай бог, ногу. У нас собака не спрыгивает с кровати, у нее есть лестница для этого. Она может съесть какую-нибудь резинку маленькую мою. Потом у нее животик будет болеть. Надо следить за всем. Очень немножко устала от этих всех кривляний. Хочется сесть, попить капучино на балконе. Просто смотреть бы дальше. Мне очень нравится мое колечко. Вот у меня, кстати, должно выйти скоро видео. Точнее, я его еще даже не сняла. О всяких моих новых штучках, украшениях, бижутериях. Это недавно мне прислали с интернет-магазина, который в инстаграме я отмечала. Скоро сделаю пост с этим, с отметками. Так что не пропустите, потому что мне очень нравится. Это такой, типа, чокер. Колечко такое миленькое. Что ж, мы пришли к бассейну, так как вода до сих пор холодная. Я намочила чисто ножки. Карина плавает, ей нормально, она смелая. Может, фотки пообрабатываю. Телефоны, которые мы делали. Вы представляете, мы начали фоткаться больше на телефон. Мы решили немножко отложить фотоаппарат иногда. То есть, если у нас всегда была первая задача сфоткаться на фотик, много сделать фоток, то сейчас это как бы так. Типа, так, давай немножко пофоткаемся на фотик, и больше мы фоткаемся на телефон. Кривляемся, серии делаем, чтобы более живые снимки. Поэтому... С песком офигельный, брат, спасибо. Да? Да? Ну вот, скоро увидите у Карины в профиле фотку, где она лежит на песке. Очень красиво, мило должно быть. Короче, сейчас пойдем в кафешку. Взяли фотик, чтобы перекинуть фотки, которые мы сегодня делали. И, честно говоря, такая голодная, что у меня уже голова болит от голода. И, конечно же, урчит мой животик. Он говорит, давай, покорми меня, стерва. Не знаю, насколько вообще хорошо у меня получится снимать, ночью монтировать, на следующий день выставлять. Буду стараться очень сильно, но не обещаю, не уверена, что все будет идеально выходить. В деле влогов-то сложно, у меня давно не было практики, поэтому переживаю. Мы пришли в кафе, сидим уже полчаса, ждем, когда нам принесут еду. А еще ветер дует, поэтому я сижу вот так. Сейчас скидываю фотки на телефон с фотика. Посмотрела типа клип, который Карина мне снимала, и я поняла, что не очень. Но дело не в Карине, дело в моей прическе, в том, как я сижу, голосы лезут в лицо, тупые люди на фоне ходят. Знаете, что я поняла? Вот чем больше ты стараешься, тем меньше люди это ценят. Чем меньше ты стараешься, типа вообще на отвали. Делаешь, люди такие, вау, вау, это так круто. И это не в первый раз со мной, поэтому в любом случае буду что-то здесь снимать, загружу, напишу клип официальный, круто, смотрите, все будут писать, вау, как профессионально. Потрачу миллионы, и все скажут, так, говно какое-то сняла. Думаю, вам и так все понятно. Сейчас нам принесут еду, мы заказали по бургеру, картошка фри, там колу, все дела, ну как обычно. Мы так долго ждем еду, свои бургеры, что мы уже сходим с ума. Давай я поставлю тебе количество, лимит на количество раз, когда ты можешь сказать здесь тикток. Не больше нуля. Думаю, нет, ты не можешь поставить мне лимит. Хочу родить ребенка, чтобы с ним танцевать сейчас. Хочу как она. Это караматичная песня. Давай поговорим за тобой. Там за туманами. На, на, на. Нет, нет. Почему? Ну почему? Я еще твои глаза. Это с салфеткой? Да, perfect. Я до сих пор не принесли его. Yeah, perfect. Thank you. Вот, принесли. Вот мой бургер без соуса. Попросила, чтобы ничего туда не заливали, потому что я переживаю, вдруг мне не понравится. Каринин соусом внутри, у Карена тоже. В общем, сейчас я буду сидеть на балконе, монтировать для вас влог, постараюсь его загрузить. Надеюсь, что интернет позволит, все будет окей. Так что, но сегодня я с вами прощаюсь, но не переживайте, дальше интересней. Я вам сегодня не показала квартиры, в которых мы спим, живем и само место в Болгарии. Я думаю, что вы у Карины видели, но в любом случае в других влогах вы увидите, поэтому не все сразу, дорогие мои, не все сразу. Надеюсь, что вам понравилось это видео. А что дальше рассказывать? Сейчас темно будет. И что? Надеюсь, что вам было интересно смотреть этот влог. Дальше вас ждет еще шесть таких влогов. Какие-то будут более интересные, какие-то будут более насыщенные. А какие-то нет. Какие-то нет. Вот, обычно я тоже как бы так все снимаю весь день, а потом оставляю только самое интересное, поэтому в этих влогах я буду оставлять практически все. Не забывайте смотреть мой инстаграм. Ссылку найдете в описании. Если что, я уверена, вы все знаете мой ник. Пушман с двумя S. Я выставляю туда очень много историй, фоток. С моря уже начала выставлять. Скоро будут всякие секси-фотки в купальниках и всякое такое. Поэтому, чтобы это не пропустить, подпишитесь. Ну и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Я знаю, что так каждый блогер говорит, но я реально очень-очень буду счастлива. Так тоже каждый блогер говорит. Но мне просто очень хочется видеть рост подписчиков. Меня это будет вдохновлять. Если ты мой брат, ну, подпишешься, мне будет приятно. Я буду знать, что ты именно ты подписался. Короче, давайте. Пока.